Итак, ответ на вопрос от Сергея Андрея. Приветствую! Импортирую в 3ds Max из P3 дерево. В результате получаю проблемы с текстурой и фактурой ствола и веток. Материал размытый, фактура отсутствует. Листья в порядке. Экспортировалась в P3 как общ и как fbx. Результат один и тот же. Как нужно экспортировать и импортировать, чтобы тот вид дерева, который я вижу в P3, также отражался в Max? Заранее спасибо! Я буду показывать на примере стандартного дерева SampleBreadLift, который можно открыть при запуске P3. Вот мы видим, что текстура выглядит таким образом. Берем файл, экспорт. Выбираем, куда экспортировать. fbx и сразу же отключаем UnwrapEVS. Потому что скажу сразу, там есть UDIM, есть разные методы экспорта. Но, как бы вы их не экспортировали, для такой качественной текстуры нужно очень много UDIM. Вас может в P3 об этом предупреждать и также... В общем... Развертку нет смысла делать. Лучше экспортировать так, как предлагает Speed3, то есть без UnwrapEVS. То, что вы видите в Viewport Speed3, как раз работает без UnwrapEVS. UnwrapEVS нужен для движков и так далее, то есть для геймдева. Нажимаем ОК. Главное не забыть и выключить эту опцию, она часто включена у многих. А вот ОК и ждем экспорта. Он достаточно быстрый, потому что, например, если экспортировать в УDIM, то может это дело затянутся надолго. Поэтому я рекомендую именно экспортировать таким образом. Затем переходим в Max, в Utilities, Max Script, Run, Run Script. Выбираем Speed3 Importer из папки C, Program Files, Speed3, Speed3 Cinema, Ваша версия, Scripts, 3ds Max. Выбираем этот скрипт и он запустится. После чего, настраиваем Ender, Солнце и так далее. И, например, выбираем Import Covery. Выбираем файл FBX и все текстуры, все материалы подгрузятся. Единственное, что я рекомендую делать, это открывать редактор материалов. Брать петкой материал и здесь в V-Ray Normal Map, Bitmap Texture, ставить Blur001. Ставить фильтринг также на нам. И Desktop перезагружать на Override. Потому что часто бывает момент... Сейчас я удалю этот материал, это, наверное, старый. Покажу. Вот, если взять этот материал, вы увидите, что, во-первых, Bitmap Texture стоит 1. Я обычно все заставлю 0.1. То есть 0,1. То что же такое? 0.1. None. И здесь, видите, автоматик нужно ставить Override. Не знаю почему, но нужно. Почему так импортироваться из Speed 3? Они это не учли, но нужно так делать. Это первое. Второе. Ну, в принципе, все. Можно запустить Render. Я уже проверял просто. Вот качественная текстура такая же, как и здесь. То есть лучше мы ее не сделаем, если она такая в Speed 3. И таким образом получаем качественный результат, потом можно применить Match Smooth отдельно к стволу и все. И будет все работать, как нужно. То есть таким вот образом получаем хорошую текстуру дерева без всякого unwrapping. Вот. Это все, что я хотел показать в данном видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.